Как сделать из белого хлеба чёрный? Нет, ничего проще. Берём белый хлеб и окунаем в чёрную тушь. А как, например, сделать вот этот шоколад белым? Кстати, есть вариант. Берём традиционный чёрный шоколад и макаем в отбеливатель. А можно ли в таком случае его есть? Вот вопрос. И будет ли это безопасной пищей? Вчера я сделал эксперимент, съел 36 плиток белого шоколада и мне стало плохо. Вывод. Применяют некачественный отбеливатель. Попытаемся вместе с авторами следующего сюжета вывести этих производителей на чистую воду. Кстати, где чистая вода? Вот она. Надо запить, а то после вчерашнего всё слипается. Всё. Ваше здоровье. Бить непохожим на остальных немного странно. Все смотрят и удивляются. И я тоже не понимаю, как же шоколад может быть белым? Почему-то считается, что шоколадный — это обязательно тёмный. Даже загорелого человека мы называем шоколадкой. Что же такое белый шоколад? Основа и белого, и тёмного шоколада — это одни и те же плоды какао. По форме они напоминают мяч для регби. Внутри — бобы, из которых и делают лакомство. В бобах содержится очень много танина, пигмента коричневого цвета. Начать я решила здесь, на фабрике. Посмотрим, где же скрывают тёмную тайну белого шоколада. На производство какао-бобы поступают переработанными. В одном таком шоколадном кирпичике 25 килограммов какао. Сначала брикеты переплавляют. Внутри решётки циркулирует вода, нагретая до 40 градусов. Какао тает прямо на глазах. Из одного такого брикета получится 500 шоколадных плиток. А здесь добавляют и другие ингредиенты. Сахарный песок и сухое молоко. Наверное, именно они и перекрасят какао в белый цвет. Нет, остался коричневым. Может быть, плохо размешали? По конвейеру шоколадная масса отправляется на следующий этап. Здесь её тщательно перетирают вот такими холодными катками. На выходе получается мелкая шоколадная крошка. Затем крошка попадает в конш. Так называется вот этот чан, где шоколад вымешивают при температуре в 50 градусов. Только на третьи сутки шоколад станет таким, каким его и любит покупатель. Вкусным и ароматным. А если в него ещё добавить орешки... Перед этим зрелищем не устоит ни один сладкоежка. Знаете, как называется эта машина? Разливочная голова. Этот котелок варит шоколад и разливает его по формочкам. Смотрите, как конвейер трясётся над своим шоколадом. Это чтобы шоколад проник во все уголки формочки. Затем холодильник. Здесь шоколад замерзает при температуре в 9 градусов. Вот формы перевернули и вниз упали твёрдые шоколадные плитки. Ничего не понимаю. Почему же шоколад не стал белым? Мы же тебе русским языком объясняли. Эта линия производит тёмный шоколад. И тогда мы пошли смотреть, как делят белый. И вновь те же самые плоды какао. Те же самые тёмные какао-бобы. Ноги работников коричневого цвета. И не бывать бы шоколаду белым, если бы в 1828 году учёный Конрад Ван Хаутен не решил поэкспериментировать с какао-бобами. Он пропустил их через мощный пресс. Каково же было его удивление, когда вместо коричневого порошка из крана показалась белоснежная субстанция. Масло какао-бобов. Ммм, сладко! Нет, это не куски маргарина. Это брикеты из того самого масла. В нём нет красящих веществ, поэтому оно белого цвета. Вы, наверное, уже догадались, что именно из него и делают белый шоколад. Точно так же, как и шоколад тёмный. Сначала смешивают с сахаром и молоком, растирают валиком, коншируют при температуре 50 градусов, а затем разливают по формам. Готово! Вот так я и выяснила, что белый и тёмный шоколад это две стороны одной метали. Точнее, одного баба. Что можно делать с шоколадом? Естественно, шоколад можно есть. А вот испанские кондитеры нашли ещё одно применение. Из шоколада они сделали в Барселоне модель парусного судна размером 13 на 8,5 на 2,5 метра. И этот шедевр постигла печальная участь. Нет, корабль не затонул. Корабль просто сожрали.